Таврово, микрорайон в Воронеже, административно подчинен администрации Левобережного района Воронежа. Первые письменные упоминания о Таврово относятся к 1600 году. В документах фигурирует деревня Тавровка, владение помещика Прокофья Шишкина, выполнявшего обязанности осадного головы, то есть он был первым человеком при Воронежском воеводе. Начальная пора существования деревушки пришлась на драматичный период российской истории, известный как Смутное время, когда страна столкнулась с неурожаями, голодом, бунтами и польско-шведским вторжением. В первые десятилетия 17 века запустили многие деревни и села Воронежского края. Не стало исключением и Тавровка, о которой источники той эпохи упоминают как о Тавровской пустоши. Возродилась деревенька только во второй половине 17 века. Тогда еще ничто не предвещало, что вскоре ей будет суждено прогреметь на всю страну. На рубеже 17-18 веков, как сейчас принято говорить, главным приоритетом государственной политики стало превращение России в морскую державу, что было немыслимо без строительства военного флота. В качестве флагмана судостроения выступил Воронеж. А после того, как обмелевшее русло реки стало малопригодным для сооружения судов, Петр решил перенести центр кораблестроения Адмиралтейства в окрестности города, поближе к выходу к Дону. То есть как раз туда, где располагалась Тавровка. В 1705 году адмирал Федор Апраксин заложил здесь город-крепость, получивший название Тавров, и закипела работа. В Таврове доводились до ума корабли, заложенные на Воронежской верфи, и строились новые суда. Документы пестрели воинственными названиями. Гром, град, бомба, лев сабли, цвет войны. Именно с Тавровской верфи ушла в свой боевой поход знаменитая Гото-предестинация. Первый линейный корабль целиком отечественного производства, созданный в Воронеже по чертежам самого Петра. Кстати, царь лично следил за работами в Таврове и неоднократно сюда наведывался. Доводилось здесь бывать и знаменитому мореплавателю Витусу Берингу в 1710-1712 годах, служившему на Азовском флоте. А позже и лейтенанту Федору Ушакову, ставшему впоследствии прославленным адмиралом. Так же, как и в Воронеже, над Тавровской верфи работало немало иностранных мастеров. А после Полтавской баталии здесь трудились пленные шведы. Но основную рабочую силу, конечно, составляли наши соотечественники, простые труженики. Концентрация огромного количества людей в одном месте порождала опасность эпидемий. В 1707 году по приказу государя на строящемся флоте была создана медицинская служба. А в 1724 году в Таврове начал действовать поевой госпиталь. Он стал первым медучреждением на юге России. В 1744 году на Тавров обрушился страшный пожар, пришедший из степи. После этого бедствия город, многие годы являвшийся сильным соперником Воронежа, утратил свое прежнее значение. Правда, сгоревшие слободы отстроились заново. Принимались усилия и по возрождению кораблестроения. Последняя попытка имела место в 1769 году во время русско-турецкой войны. Но былого размаха достичь так и не удалось. А в 1779 году Тавров лишился городского статуса, официально превратившись в село Таврово. В наши дни о Тавровской кораблестроительной эпопее хранят память остатки крепостных бастионов. Один из доков верфи, доживший до современности. И название улиц – Якорная, Доковая, Корабельная. А еще местные школьники до сих пор находят здесь вещи минувших эпох. То гвозди Петровского времени, то какое-нибудь старинное орудие труда. Экспонатов набралось уже на приличную экспозицию. Особая история в Таврово связана с генералом-майором Львом Тургеневым. Из рода к одному из колен которого принадлежал знаменитый писатель. Судьба Тургенева была связана с Елецким муштетерским полком. С ним он прошел сражения против шведов, французов, поляков. Был награжден золотым оружием. В отставке жил в Таврово. В канун Бородинской битвы к нему съезжались помянуть павших боевые товарищи. Умер в 1828 году и был похоронен на кладбище в Таврово. После 1917 года Тургенев оказался в числе забытых героев. В 1980-е годы внимание краеведа Елецких привлекла плита с надписью, сообщавшей, что здесь похоронен генерал-майор Антипов. Позже удалось прояснить его биографию. По мнению краеведа, в концепции мероприятия Тавровского заповедника могли бы найти отражение связь Таврова с героем войны 1812 года. О происхождении названия Таврова нет единого мнения. По одной из версий, когда-то на месте села скотагона клеймили «Тавром скот» перед предстоящей купли-продажей. По другой гипотезе, в этих краях умудрились оставить свой след выходцы из крымского полуострова Тавры. До революции в Таврово действовала церковь Петра и Павла с пределами казанской иконы Божьей Матери и великомученицы Варвары, где хранились древние облачения, ризы и стихарь, по преданию переданные храму Петром Первым. В богоборческие времена церковь была уничтожена. В 1900 году в Таврово имелись одно общественное здание, три крупоружки, четыре кузницы, восемь витриных мельниц, свечной завод, три мелочные лавки и винная лавка. Много повидало и испытало на своем веку село Таврово. Не раз подвергалось оно набегам степных кочевников, позже строили корабли Петровского военного флота. На третьем столетии существование почти полностью сгорело от пожаров, но вскоре отстроилось заново. Летом 1942 года Таврово оказалось на пути фашистских захватчиков, и ему снова угрожало полное уничтожение. Но советские воины остановили врага на берегах Дона и Воронежа, спасли Таврово от гибели. Село, расположенное близ переднего края, приютило своих защитников. Воины отдыхали после тяжелых боев, лечили раны, принимали пополнение в свои подразделения и снова уходили в бой. А многие оставались в Таврове навечно. Они погибали от бомбежек, обстрелов, умирали от ран. Хоронили их в братской могиле номер 214. Легли в Тавровскую землю, Ленинградцы, Александр Арсентьев, Геннадий Быченков, Воронежец Яков Бурянин, Туляк Василий Камзолов, Сталинградец Григорий Звонов, Дагестанец Гаджа Джараулиев. В братской могиле похоронено много уроженцев Вологодской области. Красноармеец Максим Герасимов, младший сержант Савелий Глушков, сержант Анатолий Евсин, старший сержант Александр Болтушкин и еще более 30 их земляков. Теперь Таврова стала частью Воронежа и стоит на берегу водохранилища. Уже не найдешь следов старых окопов, переправы, тропок, которые вели к ней, и только памятник на братской могиле напоминает людям о далеких событиях, свидетелем которых было древнее село Таврово. Самой южной точкой линии Ратной Славы является дамба-водохранилище. В период боев за Воронеж здесь был левый фланг ударной группировки 40-й армии. В соответствии с проектом ЛРС, памятный знак у дамбы должен символизировать стойкость и мужество защитников Воронежа, которые окончательно преградили врагу путь на восток, а потом с этого крайнего рубежа обороны погнали захватчиков на запад. В 1960 году село Таврово включено в Левобережный район Воронежа. Население в 1859 году составляло 1000 человек, в 1926 году 2058 человек, и в 2007 году 832 человека. Загадки Тавровского леса. За деревней Таврово растет сосновый лес. По рассказам местных жителей, там происходит загадочное явление, которое местные зовут Блкун. В народе говорят, леший воет. Порой зайдешь в одно место, вроде бы знаешь эти места, знаешь, что там недалеко, а идешь долго-долго, пока не окажешься в нужном месте. А иногда заходишь, идешь и оказываешься совершенно не там, куда шел. К сожалению, во время аномальной жары 2010 года огромные площади леса в Таврово выгорели. Говорят, что у леса хозяин есть, леший. В лесу слышатся шорохи, треск веток. Иногда, как рассказывают старожилы, по вечерам хозяин и сам показывается, горбатый, волосатый, напоминает чудовище. В месте, где чаще всего происходил Блкун, молодые сосны были повалены и располагались по кругу, причем они не упали от огня, а росли именно так. Продолжение следует...